Всем привет! Доброе утро, дети, глава тридцатчетвертая. Дина, дочь Ли Атиакова, пошла навестить местных женщин, когда шеян сын Гивея Гамора, правитель той области, увидел ее, то хватил лег с ней и обесчестил ее. Сердце его прилепилось к дине дочери Якова. Он полюбил ее и говорил с ней нежно. И шеян сказал своему отцу Гамору, возьми мне эту девушку и движение. Когда Яков услышал, что его дочь Дина обесчерчена, его сыновья Билла в полису стадами, и он молчал об этом, пока они не вернулись домой. Гамор, отец Шеян, пришел переговорить с Яковым. Сыновья Якова вернулись в поле, как только услышали о случившемся. Они были полны горе и яростой, потому что Шеян сделал постыдное дело в Израиле, когда лег с дочерью Якова, атакой, недопустимо. Гамор сказал им, мой сын Шеян всем среди всем привязался к вашей дочери. Прошу вас, отдайте ее ему, Вежене. Заключайте с нами браки, отдавайте нам своих дочерей и берите за себя наших. Вы можете селиться среди нас, земля перед вами. Живите в ней, догруйте и приобретайте имущество. Шеян сказал отцу и братьям Дине, Я дам вам все, что вы скажете, да найду я расположение в ваших глазах. Назначите за невесту любой выкуп и подарки, и я заплачу только отдайте мне ее Вежене. Тогда сыновья Якова ответили Шехему и его отцу Гамору. Живу, потому что он обезчерстил их сестру Дину. Они сказали им, Мы не можем сделать такого, отдать нашу сестру необрезанному мужчине, делая нас базаром. Мы дадим согласие. Лишь при одном условии. Если вы станете как мы и сделаете всем вашим мужчинам обрезание, тогда мы будем отдавать вам наши дочери и брат за себя ваших. Мы поселимся среди вас и станем с вами одним народом. Но если вы не согласитесь сделать обрезание, мы заберем сестру и увидим. Их слова пришли по средцу Хамору и его сыну Шехему. Молодой человек без промедления исполнил то, что они сказали, потому что очень любил дочь Якова. А он, Шехем, был самим уважаемым в доме своего отца. Затем Хамор и его сын Шехем пришли к воротам города и обратились к жителям. Эти люди дружелюбны к нам. Сказали они, пусть живут в нашей земле и догруют вины. На этой земле для них достаточно места. Мы будем жениться на их дочерях. И они пусть женятся на наших. Но лишь при одном условии согласятся эти. Люди живут с нами как один народ. Если наши мужчины, как и они сами, будут обрезаны, не станут ли тогда их стадо и мельчество и весь их скат нашими. Давайте выполним их условиям. И они поселятся среди нас. Все, кто собирались у городских ворот, согласились с Хамором и его сыном Шехемом. И все мужчины в городе были обрезаны. Три дня спустя, когда они еще страдали от боли, двоих сыновей, Якова, Симеон и Леви, братья диньи, взяли меча, неожидану, неожидану напали на городе и убили в сех Мужчин. Они убили мечом Хамора и его сына Шехема, забрали дину из Шехемова дома и ушли. Сыновья Якова вошли к убийцам и разграбили город, где была обесчерстена их сестра. Они захватили стадо крупного и мелкого скота озлов, все, что было в городе и в полях, и все их богатство и детей, и женщин, и все, что было в домах. Они захватили себе и взяли вы добычу. Тогда Яков сказал Симеону и Левию, вы навлекли на меня беду. Вы навлекли на меня беду. Истилали меня ненавистным для жителей этой земли. Хананеев и Ферезеев. Нас не так уж и много. Если они объединят силы и нападут на меня, я и мой дом будем уничтожены. На, они ответили. Разве можно поступать с нашей сестрой как с блудницей? Ушалам. Спасибо. Ушалам. 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 Ушалам.